О главных событиях к этому часу. Миссия ОБСЕ снова отмечает нарушение условий отвода вооружений в Донбассе. Власти ДНР обязали юридические лица заключить договоры с оператором фиксированной связи Углетелеком. Аграрии обеспечили республику запасом зерна до следующего урожая. Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук сообщил, что наблюдательная миссия продолжает фиксировать передвижение тяжелых вооружений в зоне безопасности в Донбассе, а также отмечает нарушение условий отвода тяжелой техники. Специально-мониторинговая миссия продолжает фиксировать движение вооружений военных, хотя и в меньших масштабах. «Присутствие тяжелых вооружений в зоне безопасности, будь то для учения или других целей, не способствует безопасности и создает угрозу жизням», – подчеркнул Хук. Кроме того, заместитель миссии ОБСЕ в Украине поведал, что наблюдатели продолжали инспектировать склады тяжелого вооружения калибром более 120 мм. Также Хук отметил важность решения гуманитарных вопросов ввиду приближения зимы и в связи с этим призвал обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи на территорию Донбасса. Накануне на сайте правительства ДНР было опубликовано постановление Совета министров, согласно которому власти обязали все зарегистрированные в республике юридические лица заключить договоры с государственным оператором фиксированной связи «Углителеком», отказавшись от услуг украинского Укртелекома. Всем юридическим лицам, зарегистрированным на территории ДНР, обеспечит заключение и перезаключение договоров на предоставление всех видов телекоммуникационных услуг, предоставляемых публичным акционерным обществом Укртелеком с государственным предприятием связи «Углителеком», говорится в тексте постановления, которое вступило в силу с момента опубликования. В свою очередь, «Углителеком» обязан обеспечить бесперебойную работу, качественную связь и прием платежей. Контроль над исполнением постановления, которое принято в целях реализации государственной политики в сфере коммуникаций, бесперебойного получения услуг связи, обеспечения информационной безопасности, возложен на министра связи ДНР Виктора Яценко. Напоминаем, что о создании государственного оператора фиксированной связи «Углителеком» Министерство связи ДНР объявило в мае текущего года. Министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Максим Савенко заявил, что аграрии сформировали запас продовольственного зерна, которого должно хватить до следующего урожая. Кроме того, глава ведомства сообщил, что площадь посева озимых культур в текущем году на территории ДНР увеличится на 140 процентов в сравнении с посевной компанией 2013 года, то есть вырастет с 38 до 92 тысяч гектаров. Министр также добавил, что на сегодняшний день озимыми культурами засеяно около 93 процентов от всех запланированных площадей, то есть примерно 85 тысяч гектаров земли, отметив, что аграрии ДНР завершат сева зимов культур в начале ноября. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok